Доброго времени суток, дамы и господа! Я предлагаю сегодня отвлечься от темы, которая валится на нас со всех щелей, от всех этих новостей и посмотреть на топ самых дорогих смартфонов за всю историю. Но! Возможно, некоторые из вас уже интересовались этим, потому что есть некая тенденция, о которой я уже говорил, что каждый год смартфоны все дороже и дороже из-за того, что внедряются новые технологии, на их производство нужно более дорогие материалы. Плюс страдает наша экономика, укрепляется доллар, соответственно устройства еще больше дорожают и бюджетный сегмент все выше, средний уже ближе к флагманам, флагманы уже можно приравнять к покупке автомобиля. Так, например, Samsung Galaxy Fold на момент публикации этого видео стоит 159 099 рублей, вы только задумайтесь. Или, например, Huawei Mate X 149 990 рублей. Надеюсь, вы не сильно расстроитесь, что я буду подглядывать в шпаргалку. После анонса, напомню, до сих пор еще официально продажи не стартовали, Xiaomi Mi Mix Alpha продавался по 500-600 тысяч рублей. У китайцев, которые, видимо, утащили с презентации сэмплы и продавали за фантастические деньги. Я вдруг стал задаваться вопросом, а сколько стоит самый дорогой телефон? И сделал подборку, но не айфонов с гравировками, инкрустированными очень редкими камнями. Скорее всего, вы уже видели там суперзолотые айфоны за какие-то космические деньги. Я специально все это убрал из сегодняшней подборки, потому что это неинтересно. То есть, вообще, по факту, сейчас считается самым дорогим телефоном это iPhone 6 с каким-то огромным алмазом, общей стоимостью 95 миллионов 500 тысяч долларов. И здесь, скорее, продают камень с айфоном, а не айфон с камнем. В общем, я собрал самые редкие и интересные экземпляры. И будут названия брендов, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали, не видели, не знали. И, честно говоря, я тоже не знал до тех пор, пока не написал сценарий к этому ролику. Погнали! Virtu Signature Diamant. 88 тысяч долларов. 6 миллионов 515 тысяч рублей. Компания Virtu существует на рынке очень много лет. Virtu это, скорее всего, единственная компания из этого ролика, о которой вы, может быть, что-то слышали. Они как раз специализируются на бизнес-классе, выпускают очень дорогие трубки, которые с того момента, как я познакомился с этой компанией, вызывают у меня много вопросов. Потому что характеристики там всегда просто отвратительные. Ужасная камера, очень старая платформа, мало оперативки, мало памяти и вот это вот все. А продается просто какие-то за нереальные деньги. И, кстати, да, еще один момент. Эти трубки настолько редкие, что в интернете найти живые фотографии или видео или обзоры невозможно. То есть, я даже толком вам их показать, к сожалению, не смогу. Black Diamant VIPN смартфон. 300 тысяч долларов. В рублях это 22 миллиона 207 тысяч. Детище Sony Ericsson, нарисованное дизайнером Джароном Гохом. Выглядит скромно, как вы можете заметить. Только два драгоценных камня, один в джойстике, другой на спинке. Используется технология органических светодиодов, а корпус сделан из поликарбонатного зеркального стекла. Вообще, в целом, такие устройства для кого выпускаются и кто их покупает? Если только шейхи из Арабских Эмиратов, и то навряд ли. Реально, для чего? Для кого? Гресса Люксор Лас-Вегас Джекпот. Очень громкое название. Ровно миллион долларов. Или же 74 миллиона рублей. Вот я вроде уже эту статью публиковал на Яндекс.Дзене у себя в группе ВКонтакте. Но каждый раз, когда я перечитываю эти цифры и смотрю, за что люди платят такие деньги, мне становится плохо. Помимо редких драгоценных камней, решили использовать труднодоступные материалы. Например, задняя крышка сделана из 200-летнего эбеневого дерева, а кнопки – микроскопический сапфир. Еще модель считается очень тонкой – 12 миллиметров. Тонкой – 12 миллиметров. Для кнопочной трубки это почти рекорд. Конечно, также стоит обратить внимание на то, что эти устройства выпущены очень давно. Сейчас уже никто такими вещами не занимается. То есть, это примерно 2006-2012 год. В то время занимались такими вещами. Сейчас уже этого нет. Слава богу, видимо, поняли, что никто это не будет покупать. Очень интересный экземпляр – Diamant Crypto Smartphone. Стоимость – 1 миллион 300 тысяч долларов, либо 96 миллионов 233 тысячи рублей за смартфон. Разработка компании Ancord базируется на криптопроцессоре TMS320VC5416. О боже, я это выговорил. Его главная особенность – это шифрование данных. Все, что хранится в памяти, интернет, трафик, связь будет полностью приватным. Вот это, да, это, конечно, скорее всего, имеет место быть. Телефон с шифрованием данных, основанный на блокчейне – это интересно. Это действительно интересно. Это действительно, скорее всего, сложно взломать. Тем не менее, цена. Ну и, конечно же, корпус сделан из 950-каратной платины, усыпан редкими синими камнями и частично украшен вставками из эбеневого дерева. Самый симпатичный телефон за всю историю, вообще, на мой взгляд, это Goldfish Le Million. Цена также – 1 миллион 300 долларов, либо 96 миллионов 233 тысячи рублей. Дизайнер Эммануэль Гуэйт. Как вы уже, наверное, догадались, тут те же редкие камни, дорогие материалы, но в отличие от остальных, еще и футуристическая форма. Почему называется Goldfish, мне непонятно, потому что все-таки форму больше напоминает бумеранг. Тем не менее. Производитель заявил, что именно такое устройство удобнее всего лежит в руке. Платина, белое, розовое или желтое золото на выбор покупателя. Эксклюзивно. Бриллианты в 20 карат. Почти 100 миллионов рублей. Больше таких интересных эксклюзивных трубок вы не найдете, к сожалению. Но на этом видео у нас не заканчивается. Я хотел с вами поделиться еще кое-какими новостями и тоже почитать ваше мнение в комментариях. Неважно, где вы смотрите этот ролик – Яндекс.Дзен, Ютуб, ВКонтакте – пишите, что вы думаете по этому поводу. Буквально недавно, буквально последний ролик был о новом законе, который нас заставит с 1 июня 2021 года регистрировать все устройства по ИМА. Это будет платно, это абсурд. Примут или нет этот закон пока неизвестно, но уже в целом это выглядит достаточно странно. Есть еще одна достаточно интересная новость из сферы IT. Это то, что хотят добавить возможность управления светофором со смартфона через специальное приложение, которое называется «Гусеница». Внедрить все это хотят уже через год-два. То есть к 2021-2022 году полагается, что уже будет возможность через приложение продлевать зеленый свет для пешеходов. Вообще тема актуальна. То есть в моем городе небольшом, это город Стелетамак, стали устанавливать разные светофоры по времени, потому что где-то дорога узкая, где-то 4 полосы. То есть где-то можно очень медленно идти и еще останется время, где-то ты бежишь и в последний момент уже чувствуешь, как твоя пятка касается бампер машины, которая уже поехала. И то есть где-то нужно ждать 20 секунд, где-то 120 секунд. И вот, например, моей бабушке больше 70 лет, она за последние 9 месяцев сломала обе ноги, ходит сейчас исключительно на костылях. И бесполезно пытаться ей объяснять, что за продуктами можно съездить самостоятельно, скажите, что надо купить, я привезу. И вот эта вот проблема, когда она пытается перейти дорогу, для нее возникает сложность даже просто перешагнуть бордюр, чтобы перейти дорогу. Или там, когда дорогу перешла, перешагнуть бордюр, чтобы уйти из дороги. Это занимает огромное количество времени. И если будет возможность со смартфона продлить зеленый свет, круто, но не уточняется, для кого это будет доступно. Уже сообщается, что доступно будет не всем, якобы это будет доступно учителям для того, чтобы можно было классы паровозиком проводить, да. Чтобы все дети успели перейти дорогу, например, когда куда-то направляются. Или, например, для инвалидов. Но возникает такая проблема, что большинство взрослых, то есть именно пенсионеров, инвалидов, они не то, чтобы у них нет современных смартфонов. Они боятся ими пользоваться. Они не знают, как это работает. И отсюда как бы проблема. То есть люди, для кого это делается, они не будут этим пользоваться. И второе, что у меня сразу в голове возникает, это на чьи деньги будут поставлены эти самые светофоры, которые будут отправлять геолокацию, которые будут позволять подключиться к ним со смартфона для того, чтобы продлить время. Также вспоминается Watch Dogs. Чем сложнее у нас устройство, тем больше у него бэкдоров, багов и так далее. А учитывая, что программное обеспечение разрабатывается нашими ребятами, я уже вижу, как на Android смартфоны выложили в сеть АПК-файлы взломанные, которые позволяют бесконечно распродлевать зеленый свет. Это приведет к тому, что у нас будет гораздо больше пробок и, скорее всего, будет больше ДТП. Я уже вижу, как толпа школьников, каждый, то есть, допустим, стоит пять человек, и все пять человек подключаются к одному светофору, и все пытаются продлить. Если додумаются это все как-то ограничить, и можно будет продлевать ограниченное количество раз на ограниченное время, может быть, это еще как-то более-менее обойдется. Но что-то мне подсказывает. После этого мне пишут в комментариях, что я какой-то пессимист. Ну вот вы просто сами представьте, введут эту возможность, то есть, управлять светофором через смартфон. Это же будет хаос, самый настоящий хаос. По факту на дороге ситуация совсем не изменится. Кто едет на красный, тот будет ехать на красный. Соответственно, пешеходов как сбивали, так и будут сбивать. Будут возникать пробки, потому что зеленый свет для пешеходов будет гореть дольше, соответственно, машин будет копиться больше. И что? В общем, вот это вот очень так в голове просто не укладывается. Поэтому я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Информации для того, чтобы подумать достаточно, поэтому, как и всегда, крепкого здоровья, отличного настроения. До скорого! Не забудьте подписаться! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok